Эту встречу нельзя назвать отчётом. Скорее, это резюмирование успешной работы и планирование дальнейших действий в продвижении прав людей с ограниченными возможностями. Люди с ограниченными возможностями, они могут быть и являются полезными участниками нашего общества, они могут и являются самостоятельными участниками нашего общества, и они могут передавать остальным людям свои знания, свои практики. В Террасполе за круглым столом обсудили тему права людей с ограниченными возможностями и их социально-экономическая интеграция в обществе. Участники подвели значимые результаты двухлетней работы в этом направлении. Мы всё больше и больше уходим от старого устаревшего подхода, при котором люди с ограниченными возможностями рассматривались как больные люди, которые должны всю свою жизнь провести дома, либо в четырёх стенах интерната, к пониманию и осознанию того факта, что люди с ограниченными возможностями – это абсолютно такие же люди, как и все остальные, и которые должны жить, им должны быть предоставлены возможности, созданные возможности, для того, чтобы они жили обычной, счастливой жизнью, такой же, как живут все остальные люди. Обучающие тренинги, конференции, встречи на различных уровнях. За два года более 400 человек приняли участие в реализации программы «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» по продвижению прав людей с ограниченными возможностями. Красной нитью через весь проект прошёл лозунг «Ничего для нас без нас». В ходе разговора за круглым столом участники рассказали об общинных услугах по методу «Равный равному», которые сегодня, благодаря этой программе, действуют во многих городах Приднестровья. На своём опыте, могу сказать, когда я проходил уже практику по психологии и юридической консультации, особенно после первой консультации, я почувствовал себя, почувствовал воодушевление, что я нужен, что я могу дать помочь. И чувство своей значимости окрыляет и хочется дальше работать в этом направлении. Во встрече приняли участие представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, профильных общественных организаций, депутатского корпуса, представители Министерства социальной защиты и Министерства просвещения. «Эти встречи позволяют услышать людей, которых, возможно, мы не слышали, не слышали их проблем, и задуматься над решением этих проблем. Мы услышали проблемы, которые возникают у конкретного человека или у большого сообщества людей. Поэтому, конечно, вопросы обеспечения учебниками людей с ограниченными возможностями, возможности этим людям обучаться, включаясь в общество, проблемы, которые связаны с реабилитацией людей. Все это важно, и очень хорошо, что это было нами услышано. Это дает дальнейший толчок для действий следующих». В общем диалоге участвовал и представитель посольства Швеции в Молдове Адам Амберг, который отметил важные достижения в области соблюдения прав людей с ограниченными возможностями в Приднестровье, и рассказал о том, как обстоят дела в Швеции в этом направлении. «Такая же проблема есть у нас, и такая же есть у вас. С чем действительно тяжело работать, так это с человеческим восприятием. Проблема не только в государстве или в законе, а в том, как мы смотрим на таких людей. Они такие же, как и мы. Возможно, они физически не смогут делать так же, как и мы, но мы все равны, мы все одинаковы. Это очень большая проблема в Швеции тоже, и мы работаем, чтобы это было улучшено». Круглый стол был организован в рамках программы «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», которая реализуется Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека при финансовой поддержке Европейского Союза и посольства Швеции в Республике Молдова. Наталья Елисеева, Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова